Мы делим страх смерти на две вещи. Первое. Позитивный страх. Ведь в страхе есть позитивный страх. Ну, например, смотри, если я буду есть все подряд, то я буду себя плохо чувствовать и быстрее умру. А я хочу жить подольше и покачественнее. Значит, надо делать упражнения, надо следить за телом и так далее, и так далее, и так далее. Позитив. И так этот страх поворачивается благом для нас, потому что мы стараемся вести здоровый образ жизни. Ну, насколько можем. Хотя бы как-то. Потому что, ты сам понимаешь, если бы этого страха не было, и у некоторых людей его нет, то они разносят свою жизнь буквально за 10 лет, и к 30 уже все. Второй момент. Что еще позитивного из этого страха? Мы экономим время. Мы понимаем, что надо успеть. Опять позитивно. Так-так-так, надо успеть. Мне уже 25, я еще ничего не сделал. Ничего эксклюзивного не создал. Время идет. Скорей, скорее, скорее. Начинаем учиться планированию. Учимся сжимать время на благо нам, потому что время разрушит это тело и все наши мечты. Поэтому мы спешим. Да. Так что это тоже благоприятно. Да. Что я еще себе выписал? Смысл жизни. Эта смерть, она ходит за нами кругом. Мы же видим, как кругом все умирают, и почему-то нам кажется, что с нами это не произойдет. И это тоже нас стимулирует для осознания вообще своего существования. Я рожу ребенка, я выйду замуж, я женюсь, я устроюсь на работу, стану прославленным. Во имя чего? Зачем все это надо? А будет старость? А зачем она мне? Это заставляет нас включить так называемый философский поиск, что на самом деле характерно для человеческого тела. Мы не животные. Животным не нужен философский поиск. Нас отличает то, что мы думаем, что смерть будет, а животные не думают. И это меняет весь смысл нашего существования. Это позитивное. А негативная мысль о смерти упирается только в то, что любой человек считает обычным, что он есть тело. И часто говорят люди, ну я знаю, что у моего тела есть душа. Часто? Да. Но вопрос-то как правильно. Я такого не встречаю. У моей души есть тело. Когда мы говорим, что у нашего тела есть душа, мы говорим о том, что мы ощущаем какую-то индивидуальность в своем теле. Я не просто женщина. Я как этого чувствую, что я другая, не как все. Мы каждый чувствуем... Все-таки это в рамках тела я чаще вижу. Да. Потому что человек думает, смотри, у моего тела есть душа. А истина заключается, что у души есть тело. У души есть тело. Которое что? Из жизни в жизнь меняется. И подобно тому, как мы снимаем костюм. Сейчас если на меня одеть костюм хирурга. Вот я хирург. Да, мы даже садимся в дорогую машину, у нас эго меняется. Сразу раз, я крут, я поехал. Садимся в жигули сразу. Получается, мы выходим на вопрос, как донести до человека, который никогда не задумывался, для которого дух и душа, и вообще что-то такое, вот она вышла, как ветерок. Непонятно вообще, о чем говорить. Да, потому что если человек не пометует... Как это посеять? Это знание, опять же, исходящее? Нет, как посеять знание, это не вопрос обычного человека. Обычному человеку нужно попробовать понять путем анализа своей жизни. Я сейчас приведу несколько примеров, что я не тело. Посмотри на свои фотографии в два года, посмотри на свои фотографии в 10 лет, и сейчас разницу же видишь. Дальше простые медицинские исследования показывают, что каждые 7 лет все клетки организма обновляются. Значит, то тело, которое было, когда тебе было два года, и когда твоему телу, которому сейчас 30 лет, это два раза в тело. Как минимум трижды уже. Да, но индивидуальность та же. Ты сохранил индивидуальность. Мы внутри ощущаем «я есть». И это «я есть» не разрушается временем. Мне за 60 лет, если мне зеркало не подставляют к лицу, я этого не вижу. Мою индивидуальность времени разрушает. И тут я вычитываю, что в Писании говорит, что душа не разрушается временем, она разрушается в материи. Она вне, ее существует. Отсюда мы приходим, чтобы не было вот этого демотиватора в виде страха смерти, что нужно духовное образование. Хочешь избавиться от страха смерти, займись духовным образованием. И пойми, что ты душа, а кусок мяса – это просто временно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова